Привет! Сегодня урок для начинающих. Значит, гигиена на пасеке. Почему надо одевать перчатки? Не перчатки один раз на 10 лет, которые хранятся, пылятся из козьей кожи, а одноразовые перчатки на один раз работы на пасеке. Посмотрите, что с моими перчатками. Посмотрите, какие они грязные. А я ничего не делала, я просто поменяла холстики, и перчатки стали грязные. А что делают пчеловоды? Вы не обижайтесь, да, некоторые, кто обидится. Вы одними и теми же перчатками все время, каждый день пользуетесь. А это пчелиный дом, понимаете? Это дом. Вот знаете, есть канал, называется «Замуж в Индию», да? Там Наташа из Украины его ведет. Там в Индии есть, не будем застрять внимание, такой обычай, да? Когда вы заходите в дом, вы моете ноги и моете руки. Это пчелиный дом. Прежде чем зайти к ним в дом, вы должны одеть одноразовые перчатки. Потому что, во-первых, у вас бактерии на руках. Это раз. Во-вторых, вы не моете руки перед тем, как работать с каждым улем. Это два. В-третьих, вы можете зайти в интернет и набрать в интернете плакаты для пользы мытья рук. И вот там есть, конечно, один такой плакат мужчины, извиняюсь. Когда мужчина друг к другу пожимает руки, там так нарисовано. Это все равно, что вы потрогали друг к другу половой орган, да? Это грубо, но это факт. И я так вам хочу сказать. Значит, почему должна быть гигиена номер один на пасеке? Если вы работаете для себя, забудьте. Работайте как хотите. Ваш мед вы скачали, вы поели. Но если вы работаете на покупателя, а особенно если вы еще и выставляете видео в YouTube, как вы пчеловодите и продаете мед, то у вас гигиена на пасеке должна быть номер один. Это не важно, что мусор на полу. Важно, что у вас нету контакта с их домом, потому что их дом стерильно. Вы знаете, что в гнезде, в улье у пчел нет заразы. Там все стерильно. Уже делали опыты. Почему я говорю, что надо делать сплошное дно, и чтобы пчелы... Вот смотрите, у меня сплошное дно. Они у меня летом сидят на сплошном. Не этом, а летнем улье. И у них вот здесь есть леток. У меня пчелы вообще не чистят пол, да, скажем. Не моют пол. Короли не должны мыть за собой задницу, да. Поэтому пчелы не должны убирать за собой улей. Поэтому отнеситесь к ним, как к королям. Их надо уважать. Вот смотрите, почему? Потому что это подмор. Вот здесь я делала видео про клеща. Смотрите. Для чего вам не надо, чтобы пчелы чистили свое дно? Вы собрали вот так дно? Не дно, именно. Ставьте холстик на дно. Это холстик опровощенный. Он в сваренной воске, да. Потом я покажу, если кому-то интересно, расскажу, как я его обрабатываю. Смотрите, вы достали дно. И вы видите состояние пасеки. Что? Какие болезни? Что? Какой расплод упал? Какие? Бескрылые. Почему? Клещ. Вот у меня здесь клещ. Почему? Сахарная крошка. Это и есть визитная карточка вашего улья. А вы делаете дно открытым. Пчелы сами чистят. И весь вот этот мусор они вам разносят по пасеке. И заражаются все, кто там есть. Эти мураши и мухи. Все с этим летают. И опять другие пчелы летают. И все это разносится. И опять заносится в ваш дом. А вы должны это собрать. Вот видите, я собираю с каждого дна. Вот у меня каждую неделю вот такой мусор. Я его сжигаю. Мне один человек написал, не кидай мертвых пчел рядом с пасекой. У вас пчелы разбрасывают. Пчелы рядом с пасекой. Со всеми болезнями, которые есть на погибших пчелах. Никто не чистит дно. То, что вы один раз после зимы почистили, это не играет никакой роли. Они весь сезон никогда не должны чистить свое дно. Они носят продукт питания. У них не должно быть контакта с мусором. Понимаете? Потому что пчела в природе не чистит дно. Она просто живет вверху на сотах и перелетает. Живет на сотах, как короли. Я же вам говорю, короли не чистят свои унитазы. Они с одного дворца засрали один дворец, переехали в другой дворец. Почитайте историю. Короли не чистят унитазы. Вот так же относитесь к своим пчелам, как к королям. У них должна быть гигиена, как у королей. Потому что вы продаете мед. Если вы продаете товарный мед, работаете в перчатках. Почему? Не обижайтесь, но у вас есть животные на пасеке. У меня тоже собака на пасеке. Поэтому я одеваю перчатки. Потому что я этими перчатками собаку не трогала. Если я буду лазить в улице, смотрите, как у грязной перчатки. Я одену другие перчатки. Они одноразовые. Там 100 штук. Купите пачку. Вам пачки хватит на пару раз перчаток менять. На 2 месяца одной пачки хватит. Но у вас должна быть гигиена на пасеке. Потому что вы продаете товарный мед. Почему нам сейчас сказали, мойте руки? Разве просто так сказали, мойте руки? Никогда я не видела, что пчеловод поработал с одним ульем. Смотрите, меня пчелы не жалят. Помыл руки с мылом. Потом с другим ульем. Помыл руки с мылом. Потом вы не моете руки. Вы поработали с ульем, тут же вы покурили, тут же вы поели, тут же вы поспали, сходили в туалет и опять пошли дальше работать с ульем. Но просто этот вопрос никто не поднимал. А я говорю, начинающие пчеловоды, держите гигиену на пасеке. Гигиена на пасеке – это здоровье ваших пчел. Не ваше я, а думайте о пчелах. В общем, такой был сегодня урок. Всем пока. Продолжение следует...